Каждому из нас нужен Иисус. Вообще. Только Иисус, только Он. Вы знаете, я на неделе себя проверял. Такой ли я, как я говорю. И я не хочу больше никого и ничего больше, чем Иисуса. Вообще, реально не хочу. Я не хочу кого-то любить больше, чем Иисуса. Знаете, мне Иисус сказал такую вещь. Я больше, чем любовь, я больше, чем счастье, я больше, чем деньги. Я больше, чем самая великая твоя мечта. Иисус больше этого. И Он хозяин и начальник всех событий, всех обстоятельств. И если ты сможешь его любить по-настоящему, я думаю, что твоя жизнь, она будет просто вообще... Ты перестанешь беспокоиться, у тебя уйдут волнения, уйдут страхи, уйдут переживания, уйдет все такое вот, то, что смущает и отвлекает. Я хочу вам сказать такую вещь. Давайте мы сделаем исповедание вот такое. Я вам скажу, что через некоторое время вы увидите, что на это исповедание вашу жизнь начнут приходить, уже начали приходить чудеса. Знаете, это как дерево, которое ты поливаешь, поливаешь, на него светит солнце, на него создается молитвенная благоприятная обстановка, атмосфера, через некоторое время появятся цветы, через некоторое время пойдут плоды, и они начнут сыпать на тебя и сыпать, и сыпать, как дерево, посаженное потоков воды. Я говорю, что деревья Божьи, они дают плод каждый месяц. Они... и каждый день тебя кормят, месяц кормят тебя. Я говорю, что каждый день чудеса происходят. Только бы, знаете как, не пропустить свою остановку или оказаться там в то время, где ты должен оказаться. Иисус, я умоляю, прошу Тебя, чтобы сейчас внутри нас была такая любовь в Тебе, чтобы мы оставили всякую надежду на человека, всякую опору на человека, чтобы слава Твоя, Иисус, она просто ливась, ливась наполняла, чтобы мы были просто настолько влюблены в Тебя, чтобы когда мы смотрим на людей, на этот мир, мы просто их любили, благословляли. И я знаю, что, знаете, когда, говорит, как в этой песне, и улыбка тебе еще не раз вернется. Ты улыбаешься, и она к тебе возвращается. Как дождь и снег... Давайте повторять эти слова. Это как, знаете, мы на этом стоим, что слова Бога, они вошли, и они оплодотворятся, они оплодотворились, и они приносят плод. Как дождь и снег нисходит с неба, и туда они возвращаются, напояя землю, делая ее способной рождать и произвращать. Так земля дает семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так слова мои, говорит Господь, которые вышли из уст моих, возвращаются ко мне исполненными, и совершают то, что мне угодно, для чего я послал их. И говори сейчас такие слова. Я... Я... И вышел с весельем, провождая миром. Горы и холмы поют предо мною песню, и деревья рукоплещут мне во имя Иисуса Христа. Давайте мы откроем сразу исход. 5, 4, 12. Смотрите. Очень быстро. Мы начинаем... Нам нужно в половину. У нас будет молитва, и в половину шестого мы поднимемся на третий этаж и будем там молиться. У нас сегодня очень важно в молитвенное время. Будем молиться за вас очень сильно, очень мощно, потому что Иисус хочет нас благословлять. Он хочет уже, чтобы в каждом из нас уже... Знаете, что такое? Добровольно-принудительное благословение. Принимаем. Да. Кто не может, научим. Научим. Кто не хочет, покаяться. Он покаяться и поймет, что лучше быть благословенным, чем проклятым. Исход 5, 4, 12. Сказал царь Египетский, для чего вы, Моисей и Арон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на работу свою. Давай идем дальше. И сказал фараон, вот народ на земле многочислен, вы отвлекаете его от работ его. Никто вас не отвлекает от работ ваших, да? В тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них, как и было раньше. Ну, так же много, но не давайте им какого-то еще. И дальше. И пусть они сами ходят собирают себе солому, а кирпичей и так далее. Какое они делали вчера и третьего дня и не сокращайте. Они праздны, потому кричат, пойдем принесем жертву Господу. Сейчас. Дайте им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли приставники народа и надзиратели и сказали народу, и сказали, так говорит Господь, не даю вам солому, сами пойдите, берите солому, найдете, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Знаешь, что такое жниво? Солома – это то, что остается от стеблей, а жниво – это вот эта пупка, которая торчит из земли. Пошли они собирать эти кусочки, сантиметровые соломы, чтобы то количество кирпичей, которое им надо, им было сделать. Вам ничего это не напоминает? И говорит дьявол, иди-ка ты работай, потому что Господу тебе некогда поклониться. Иди, паши, иди на работу, потому что тебе завтра нечем будет платить. Ты слишком, ты будешь поклоняться Господу, ты слишком праздный, ты очень, ты очень слишком, у тебя слишком много времени, иди работай, и не занимайся. И дьявол сказал, что поклонение Богу – это пустая трата времени. И дьявол закапывает мозги с ложью для того, чтобы каждый из нас шел. Я понимаю, я согласен, но дело вот в чем. Сейчас мы… Я просто хочу вам показать такой момент, что дьявол, он настолько говорит уже в сегодняшний день, что мы даже уже не замечаем. Говорит, иди работай. Я хочу к Богу, я хочу поклониться. Ты не можешь, не занимайся ерундой, иди работай. Вы знаете, что ситуация должна измениться? Теперь ты должен стать фараоном для бесов. И они должны пойти… Я вам сейчас скажу основание, на котором бесы обязаны не атаковать тебя целый день, не бить, а работать и собирать благословения, которые они украли, потому что они воры. За все поколения. И место из священного писания сейчас я вам покажу. Теперь, я хочу вам сказать такую вещь. Настало время, что не дьявол будет тебе говорить иди работай, а ты будешь ему говорить иди возврати украденное. Исайя 42-22. Пророк говорит, Иисус говорит через пророка, ограбленный, и никто не говорит, отдай назад. Там написано, что народ мой ограблен, и никто не говорит, отдай назад. Тебя забрали? Сидишь молча тихо. Иди работай. Дьявол говорит, иди работай. На вторую работу, иди на третью работу, иди на подработку, иди пахай. Тебе нет времени служить Господу. Это пустые вещи. И когда мы смотрим сегодня на нашу жизнь, мы приходим к такому моменту. Сейчас я прочитаю. Господь требует через меня сделать возврат. Исайя 49-24. Может ли быть отнята добыча усильного? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, говорит Господь. И плененные и сильным будут отняты. И добыча тирана избавлена, потому что Господь говорит, я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей, дочерей твоих я спас. Задается вопрос, можно ли, есть ли у меня право забрать украденное? Я скажу вам больше, я по образованию юрист, я просто знаю, что такое возврат, что такое компенсация, и сколько в Ветхом Завете за воровство вор должен был заплатить в семь крат. В Новом Завете описывается то, что если в твоей жизни происходит какой-то дьявол создал тебе дисгармонию, он должен тебе вернуть в два раза. И написано, что застроятся пустыни вековые, то есть по всем поколениям, которые дьявол у тебя украл, убил родственников, они сделали аборты, кто-то покончил жизнь самоубийством, где-то была война, где-то украли недвижимость, где-то кому-то совершили. По всем, по всему твоему родословию дьявол обязан вернуть тебе благословение, и если ты не начнешь с этого дня сегодня забирать твое, написано, отдай и не удерживай во имя Иисуса. Теперь смотрите дальше, еще раз читаю, может ли быть отнята добыча усильного, и могут ли отнять победителя, взятый в плен, да, так говорит Господь. Можно не просто отнять, все забрать. Когда Израиль вышел из Египта, знаете, что они забрали? Знаете, копыта от лошади, они все забрали. Они забрали у египтян золото. Они потом на это золото, эти драгоценности строили храмовые, все эти штуковины, даже на тельца у них хватило. 8 килограмм или 10 килограмм золота на тельца, они потом его стирали, сидели в порошок. Хорошо. Бес укравший обязан компенсировать и возместить возврат с властью именем Иисуса Христа. Читая еще одно место, мы приходим в Новый Завет. 1 Царф 30.18 Отнял Давид все, что взяли амаликитяне, не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид, не пропало и все возвращено. Жвачка. Теперь смотрите, давайте мы посмотрим такой момент, есть ли у нас основание в Новом Завете. Иисус восстановил все права, которые были утрачены Адаму. Сейчас каждый из вас является царским сыном или царской дочерью. У вас есть, вы знаете, когда мы в Завете, мы вошли больше, я вам скажу такую вещь, больше дьявол не может у тебя украсть ничего, если ты не разрешишь ему. Больше тебе скажу, он даже не имеет права тебя атаковать, чтобы у тебя была депрессия, потому что он в это время должен работать и выкапывать все сокровища, которые он икрал у твоих поколений. И специальные ангелы, ангелы-губители, ангелы-охранные должны забирать у них и доставлять в твою жизнь богатство и благословение. Я говорю, что есть обетование, обещание Бога, которым мы можем пользоваться, но есть огромный ресурс, который нам должны. Нас сделали должниками, нам сказали, ты не можешь. Это, 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 я еще раз прочту, Фарон сказал, еще раз прочту, и сказал Сярегипетский, для чего вы, Моисей и Арон, отвлекаете народ, отделы его? Ступайте на свою работу и идите. Ну, как всегда, а любовь я, помазание. Дьявол говорит, иди на работу, тебе мало одной, тебе нужны деньги, иди на вторую, иди на третью. Дальше говорит, они праздны, потому что кричат, пойдем, принесем жертву Богу нашему. Какое служение, какой Бог, у тебя работа, работать надо, платить за все надо. Бесы говорят, идите работайте, работайте. Но сегодня настало время, Иисус сказал, совершилось. Теперь ты, фараон для бесов. Ты теперь постанавливаешь жизнь или смерть. Он, написано, что Колоссянам 2.15 Иисус отнял силы у начальства властей, властно поверг их позору, восторжествовал над ними собою. Почему никто не говорит, отдай назад? Почему никто не говорит, не удерживай? Почему народ Божий, почему мы сегодня смотрим на обстоятельства и считаем эти копейки, которые нам платят на работу? Нам надо ходить на работу, потому что нам надо быть с людьми. Но благословение не приходит от работы. Благословение дьявол удерживает. Благословение приходит, и сейчас дьявол убрать, сразу в твою жизнь начнут заносить деньги. Сразу в твоей жизни начнут восполняться всякие мечты. Ты скажешь, это фантастика, это мечта, это так бывает, не бывает. Если дьявол строил кунцлагерь в мозгах каждого из нас, то теперь дьявол должен быть и его бесы в этом кунцлагере работать на тебя. У них нет времени посылать мысли депрессии, потому что они должны работать на возвращение. А ты славишь Господа, получаешь возвраты и компенсации, ты получаешь обетование и благословение по вере, славе Иисуса. Иисус, послушайте, сегодня Иисус, Он уже говорит, мне надоело, что мой народ, мой народ сегодня какой-то странный, с опущенными головами, как будто плечи у них загибаются. Иисус говорит, я вас так люблю, я вас так обнимаю, я даже ваш недоразвитый мозг и нехватка каких-то вещей, я все компенсирую, мне это не важно, я хочу просто тебя благословить, чтобы, чтобы, знаете, я просто споймал себя на том, я хочу Иисуса, я хочу о Нем с Ним говорить, у меня вот среди нас даже не хватает у всех сил столько говорить об Иисусе, сколько бы мне хотелось. Я с Анжелой хочу поговорить об Иисусе, она мне свидетельствует про исцеление чудеса, как кого-то там завалило от силы Духа Святого. Я говорю, я хочу Иисуса, а ты мне рассказываешь про эту силу. Я хочу Иисуса, я вам говорю, я хочу Иисуса еще, я больше хочу еще. Иисус сказал, я дал вам власть наступать на смесь скорпионов и на силу вражью. Матфей 18,18, истинно говорю, все, что свяжете на земле, будет связано, все, что разрешите, будет и на земле, и на небе. Он сказал, что вам стоит сказать? Во имя Иисуса отдай назад, это мое, это мое, мой Иисус Господь, у меня имя Иисуса во мне, мне некогда грешить, мне некогда ходить пустым, слишком большая награда, слишком много наследства, мне не хочется расслабляться, мне нужно готовиться, мне нужно готовиться, чтобы, ну, когда деньги приходят, чтобы их, ну, просто правильно имя распорядиться, чтобы мой мозг, чтобы я был, ну, понимаете, о чем я говорю? Потому что, когда придут деньги, ты расслабленный, рассеянный, как таворона с сыром. Нет, в этом городе так нельзя. Иисус говорит, соберись, я хочу благословить тебя. Благословения уже паровозами, вагонами, они уже двигаются, небо двигает, скажи только слово. Он говорит, скажи только слово, кто исцелится. Что проще сказать, выйди вон или отдай назад? Приказать бесу, выйди вон, иди прочь или отдай назад. Какая разница? Одного ты выгоняешь, а у второго, это ты просто должен еще работать на возвраты, на прием. Сюда неси быстро, бегом. Бес к тебе не подходит, специальный служебный ангел забирает у него, иди работай. Говорит, и он приносит тебе и говорит, сын, я хочу тебе обвернуть твое, вернуть твое. Но вы знаете, если человек, он не будет агрессивным, духовно, а не эти бесы скажут, а он сопля, она там сопля, она плачет постоянно, у нее ногтей даже нет поцарапать. Нет, во имя Иисуса я поражаю дьявола в голову, и во имя Иисуса я проклинаю все его дела. Все мои дети, все мое родство, все мои родственники, все мое, все мое, все мое, иди работай, тварь. Возвращай все, что украдено. Сделай мне неприятность, возврат, компенсация. Все дети служат Господу. Некому играться с дьяволом, никто не хочет этим больше заниматься. Никто не хочет грешить, это неинтересно. Это, это бред, какой грех. Блуд, грех, смотреть, куда. Да смотри на Иисуса, сколько с ним интересного вообще, даже неинтересного вообще ничего. Я хочу на работу, чтобы мне платили штуку баксов. Ну давай не штуку, а вот тысячи. Ну давай не будем ограничивать, давай не до, а от. Я вам скажу, уже настал момент, и настало время. Босс, Иисус берет, и Дух Святой, кровь Иисуса сейчас, прямо сейчас, кровь Иисуса проходит, и Дух слабый, Дух победы, Дух торжества говорит, раньше дьявол говорил тебе, ты будешь пахать, ты будешь ходить на работу, тебе нужна дисциплина, тебе нужно быть перед людьми, тебе нужно быть постоянно в тонусе, потому что работа, она где-то настонизирует. Но! Иисус говорит, я тебя благословляю не от того, что ты будешь получать зарплату. Зарплату просто получай, тебя будут благословлять, я хочу тебя благословить. И от кого это зависит? Как ты откроешься? Как открыто твое сердце? Кто-то говорит, я вам скажу еще один момент. Знаете, такое слово невозможно, это секретное слово. Невозможно, это секретное слово. Запомните его. Потому что ключ, все возможно Иисусе. Если я с Иисусом, за невозможным прячется вся недвижимость твоя, все деньги и все богатство. Когда в твоей жизни происходит невозможное, ты говоришь, аминь, на этот замочек у меня есть ключик. Что невозможно? Я забираю это себе. Это мое. Ты скажешь, дьявол скажет, ты попутал. Нет, это ты попутал. Это мое. Он говорит, дьявол говорит, знаешь, он говорит, он говорит, это невозможно. Он же лжец. А Иисус говорит, все возможно верующему. Где двое и трое. А знаете, что еще есть? Семья Божия, церковь, знаете, что там происходит? Когда мы собираемся вместе, тогда даже не надо напрягаться. Он говорит, сколько у тебя есть курманов? Сумка есть какая-нибудь? Открывай. Сердце открой. Глаза открой. Уши открой. Дай мне возможность благословить тебя. От макушки головы. Тело. Где там пыталась что-то болеть у тебя? Прямо сейчас. Огонь Духа Святого. Во имя Иисуса. Дух немощи. Прочь! Огонь Духа Святого. Сейчас в каждый орган, где когда-то дьявол пытался какой-то навязать диагноз, аннулируй диагноз, аннулируй власть медиков и врачей. И с этого момента я говорю, Господь, самое лучшее счастье, самое лучшее благословение, самые лучшие возможности от Иисуса, они работают. Прямо сейчас. Я постановлю, что сейчас в каждом разуме, где был какой-то тупик или блокировка, и удаляю ее прочь. Во имя Твое Иисус и крови Иисуса. Скажи сейчас такие слова. Я все могу. Я все могу. В укрепляющем меня. Любимом моем. Обожаемом моем. Иисусе. Господи помазано. Аллилуйя. Дьявол, тебе смерть, а мне жизнь. Дьявол, тебе смерть, а мне жизнь. Мне благословение. Мне. 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 Потому что Иисус во мне. Я в теле. Я не заслужил, но Иисус это сделал. Я забираю все. Все, 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 что принадлежит мне. Я хочу тебе сказать, ты будешь выходить отсюда, и дьявол попытается тебе это все как бы стереть. Я в группу скину эту короткую молитву, эту информацию. Мы еще помолимся об этом. И ты сможешь просмотреть. И посмотреть это как, знаете, я создал такой юридический документ, на основании которого духовно, вот я его напечатал на формате А4, на котором конкретно, вот я как юрист, у меня должно быть объективное, субъективное основание для получения из духовного мира возвратов и компенсаций. Я нашел все места из Священного Писания. Я нашел все основания. Я проверил все кодексы. Потому что Ветхий Завет, на основании Ветхого Завета построено вообще римское частное право. Ну, как бы так, да? Основа, основа. И получается, что все, что украдено, все, что так далее, как это работает, я все это собрал в один документ, и я вам как-нибудь скину, вы сможете просто молиться таким образом, и это будет, у дьявола нет шансов. Идем дальше. Левитам. Сделавшись виновным, вор, он должен возвратить похищенное, что похитил или отнято, и что отнял или поручено, что ему было поручено или потеряно. Если какому-то человеку ты поручил какую-то функцию, ты поручил ему деньги, ты кому-то доверился, у тебя был с кем-то контракт, здесь, в этих словосочетаниях, сказано, все, что ты передал другому человеку по какой-то причине, если оно тебе не вернулось, он должен возвратить. Это не ты делаешь, это делает Дух Святой, это делают ангелы Божии, это делает всемогущий Бог. Есть у кого-то, что вам должно вернуться? Кому-то должно что-то вернуться? Да или нет? Аминь. В духовный мир поднимите ручку. Я здесь. Аминь. Мое должно быть моим. Все, что дал тебе Бог по завету, никто не имеет права воровать. Но, знаете, что мы настолько привыкли в этом мире? Там кидалово, там недодали, там что-то не так, там это. И мы уже привыкли, нам дьявол уже сказал, иди на работу, иди на работу, не занимайся праздными вещами. Какая церковь? Какой Иисус? Ты что, иди работай. Нет, дьявол, это ты в концлагере будешь у меня работать. Ты будешь копать день и ночь и возвращать со всех поколений, по маме и по папе, по дедушке, по бабушке, по прабабушке. Все, где ты сделал зло, оно придет в мою жизнь. И тебе надо уже начинать готовиться. Потому что с расслабленными мозгами, с расслабленным сердцем не получится. Тебе нужно собрать всю свою силу, всю себя в кулак, и сказать, я царский сын, я царская дочь, мне нужно готовиться к наследству, мне некогда грешить, мне некогда сидеть в депрессии, мне, если надо набить морду дьявола, я ему скажу, дьявол, пес, во имя Иисуса, вас работать, быстро во имя Иисуса, работать и возвращать. Ангел Иисус, служебные духи, посланы на служение вам, чтобы хранить вас, защищать, благословлять. Куда ступают стопы ног ваших? Он говорит, я вам даю эту землю во владение. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы на этой неделе это откровение, оно пропитывало разум, пропитывало сердце, пропитывало все наши внутренности. Аминь. И сейчас мы будем молиться. Как ваше самочувствие? Макоширо, Кобосиро. Вы чувствуете, что настал какой-то момент, что даже не надо чувствовать, я уже просто понимаю, настал такой момент, что Бог говорит, ну что, будем брать? Берем все. Берем все. Я не шучу вообще. Вообще не шучу. Вообще не шучу. Вы знаете, что суммы, которые будут возвращаться к вам, они будут очень серьезные, очень крупные. Но Иисус говорит одно, не поддайся, больше не поддавайся на то, чтобы у тебя что-то украли. Не поддавайся, что будет казаться, дьявол будет говорить, ничего не происходит, как будто ничего не происходит. Нет, происходит. У всех у нас, юридически, духовно, были совершены в отношении нас всякие действия, которые удержали, украли у нас и у наших родственников и по всем поколениям. Я сегодня говорю, ты есть тот, кому все должно вернуть. Если ты не заберешь, они будут, эти твари, просто кайфовать от того, что ты ограбленный. Если у меня есть наследство, значит, я должен собраться в духе, молиться на языках. О, Иисус, я буду славить Тебя, я буду величать Тебя. Знаете, когда мы славим Иисуса, я говорю, как Давид, помните, как Давид, он отнял добычу, украденную, и все было возвращено, и ничего не пропало. Если это сделал Давид, Иисус является сыном Давида, парадословный, да, и мы возвращаемся к тому, что Иисус сказал, совершилось. Он сказал, тебе даже не надо, ты просто открой ста, хвали, славь меня, и благодари. Вы знаете, что Иисус сделал всю работу за нас, выполнил, все облегчил, и говорит, я тебе дал языки, я тебе дал хвалу и славословие. Ты можешь встать на колени, ты можешь свое сердце опрокинуть, вот просто, ты можешь смотреть мне в глаза, ты можешь меня любить. Оставь всех людей, вы знаете, что люди, они хотят почести, верующие, неверующие, все люди чего-то хотят, но я тебе говорю, настало время, когда ты должен остаться вместе с Иисусом наедине. И ты скажешь, Иисус, знаете, мне Иисус научил одному упражнению на этой неделе, я его постоянно практикую. Знаете, как оно выглядит? Вообще. Иисус мне сказал, между мной и этим человеком нахожусь я. Если он говорит что-то плохое, он говорит не на тебя, а на меня. Если он делает что-то доброе для тебя, он делает, ну, оно ко мне придет, но он делает для меня, а так как я с тобой, и все, что ты попросишь у Иисуса, а потом поговоришь с начальником, все, что ты поговоришь с Иисусом, а потом пойдешь сделаешь, оно исполнится. А фараон говорит, нет, иди на работу, а банк тебе выплатит на карту один раз в месяц, роботяга, солому, иди собирай солому в банкомате. не соломы эти, в стручки. О, макабуширалая. О, Иисус. Иисус поставил в свою церковь столпом и утверждением истины. Ты и я, мы все, как эти снопы, мы все, как нас собирают, как эти карандаши, как веник, который, одну можно сломать, вот эту вот камышинку, а весь веник уже не сломаешь. А если это такие крепкие люди, мы не веники, мы камни Божьи, мы сосуды Божьей славы. И сегодня Иисус говорит, когда мы собираемся вместе, вы можете сказать, в этой стране будет нас так много, как звезд на небе. во имя Иисуса маку щикору. И ангелы сразу по этой молитве сразу начинают читать, чтобы выполнить эту молитву, нужно несколько миллиардов, миллиардов ангелов, чтобы выполнить эту молитву. Все, поехали работать. Маку буширалая. Прикасаться к людям, создать возможности, обстоятельства. Сегодня собрание святых, семья Божья, нам нужно укрепиться. Нам нужно помогать друг другу. Нам нужно... Вы знаете, во-первых, знаете, зачем мы приходим? Послужить Иисусу и сказать, Иисус, вот ты сейчас сидишь и скажешь, Иисус, я тебя благословляю в моих финансах. Я благословляю тебя в моих детях. Я благословляю тебя в моей семье. Тебе нужно мое благословение. Если тебя не благословлю, тебя не будет в моей жизни. Благословляй Иисуса именно таким образом. Иисус, в моей жизни есть такой момент, я благословляю тебя в моей семье. Я благословляю в моих родителях. Я благословляю тебя в здоровье моих родных. И пройдет время. Я скажу вам больше. Неделя, две, не больше, месяц пойдут очень серьезные, мощные плоды и урожаи. О, Иисус, я люблю Его. Он мой. Мой Иисус – это мой. Я никому Его не отдам. Я могу вам рассказать про Него. Знаете, я на неделе говорю, Иисус, я смотрю в Мои в глаза, а Он со мной разговаривает. Ну, как я вообще? Я говорю, это ты? Он молчит и смотрит мне в глаза, и я понимаю, что это Он. Макошикарабусыра. У врага нет времени. У врага не должно быть времени. Знаете, многие говорят, у меня нет времени, я работаю. Нет. Потому что у врага много времени тебя мучить. Поэтому ты работаешь. Много. Но если ты поставишь врага, враг должен работать, и ты будешь меньше работать. Враг должен работать. Фараон, ты должен стать фараоном для бесов. Ты управляющий во имя Иисуса Христа своей судьбой. Кто-то скажет. Мне надо на работу. Я хочу тебе сказать, ты сошел с ума. Тебе надо на работу. Но тебе надо к Иисусу. Вначале Иисус, а потом все остальное. Хочешь что-то купить? Найди Иисуса. Поговори с Ним, потом иди купи. Хочешь кем-то поговорить? Поговори с Иисусом. Между тобой им. Получается, ты смотришь на благословения. Благословения, которые должны прийти через Иисуса. И когда дьявол нападает на тебя, и ты принимаешь благословения, почему меня должны благословлять? Потому что Иисуса благословляют. Не меня благословляют, благословляют моего Иисуса во мне. Я работаю на прием, на выдачу. И все это работает на Иисуса мне в прибыль. Если бы сегодня это услышал, этот город, в этом городе бы началось что-то особенное. Люди бы начали нервно чесаться, задавать духовные вопросы. Да. А правда ли это? Выкинь, скинь мне документ по Вайберу. Мне нужно проверить Его. Аминь. Скоро город изменится. Аминь. 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 Молимся. Можем встать на ноги, потому что мы к Иисусу... Во-первых, я хочу тебе сказать, где Иисус? Вот задать тебе вопрос. Где твой Иисус? Он в твоем сердце. Если ты его там зашугал, если ты его там загнал в какую-то комнату без света, дай Ему лучшее место в твоем сердце сейчас. Скажи, Иисус, я тебе отдаю себя, наполняй меня. Я храм Духа Святого, Иисус во мне. Ты скажешь, вот Марина, она не проходила никаких курсов исцеления. Иисус в ней. Есть ли у кого-то у вас сейчас, за кого нужно помолиться, чтобы произошло быстрое исцеление? Кому нужно быстрое исцеление? Так, вот вначале, Марина, вот подойди к Вике, положи на нее руку, Иисус сразу же, по моей вере, на голову. Сила Духа Божья. Прямо сейчас, ничего не напрягайся. Марина, даже не молись, даже не молись. Иисус, я благодарю Тебя, что прямо сейчас Твоя слава сошла. Во имя Твое Иисус. Вик, вообще расслабься. У-ху! Прямо сейчас, все процессы, простудные, которые были, прямо сейчас, ходят прочь, я повелеваю всем этим антителам убраться вон. Я постановлю огонь Божий, чистая кровь Иисуса. Прямо сейчас, мощно, сейчас же, точно. Там, где были какие-то, я повелеваю, засохнуть, восстановиться этим тканем и стать новыми, Господь, во имя Иисуса, сейчас, тотчас. Аминь. Марина, быстро, бегом. Хамашикэрабушарит. Прямо сейчас, Дух Святой, я благодарю Тебя, что через Марину Иисус. Чудо Божие, во имя Иисуса, еще, 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 еще больше. Вик, приподними, нежно держи руку, не прикасаясь. Чуть-чуть микроприкосновения. Прямо сейчас. всякий вопрос, который был, всякое ощущение. Выпрями плечи, выровняйся ровно. Во имя Иисуса. Во имя Твое Иисус. У-у-у. И просто дыши свободно. И мащикэрабушарит. Дух Святой наполнит. Еще, еще, еще. Больше, чем понимание, больше, чем разумение. Потому что Ты Иисус Господь. Все, хватит. Больше минуты. Поехали. Иисусу все равно, через какого человека Он будет работать. Абсолютно все равно. Я Вам говорю, тысячу, вот, тысячу миллионов, пятьсот, знаете, как дети говорят? Тысячу миллионов, пятьсот тысяч, миллиардов, сексиллионов, что через Марину сейчас действовал Иисус. Тысячу процентов, миллиардов, сексиллионов, цифр, которой даже не существует. Потому что, потому что ему без разницы, ему нужны твои руки, ему нужны твои ноги. Просто принеси твое тело, положи на кого-то руки. Иисус, слава тебе! Кого? Кого исцелить сейчас? Вы скажете, это сложно? Что? Где? Что? Чего? Как? Где? Чего? Быстро. Не напрягайтесь. Вообще не напрягайтесь. Давайте мне Ваши руки. Вам не выбирать, где ему надо? Ей надо. Прямо сейчас. Мы когда-то уже об этом молились. Господь, я подвереваю, чтобы этот процесс полностью исцеления, он завершился, стадия завершения и полное здоровье и целостное. Сейчас. По имя Иисуса, огонь Духа Святого. Аминь. Не сильно. Вот так вот. Опа! Вот и все. Вот так. Надо больше молиться? Не надо. Вы подумайте, кто-то может подумать, это цирк? Нет. Иисус, Иисус на самом деле делает цирк. Бесы обезьян прыгают через огонь и в огонь они прыгают, они бегут от него. А слава Божия, он лев, колено Иудина, он всех развел, все духи немощи. Я вам задам вопрос. Иисус, 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 хочет, чтобы у тебя была какая-то ничь? Нет. Не хочет. Не хочет. Если бы он хотел, ему бы это надо было где-то взять, а на небе болезни нет. Там нет болезни. Я бы одалживать, он не будет. А он долг и такие вещи не берет. Значит, воля Божия, чтобы никто не погиб. Учение о том, что нужно страдать, чтобы ты получил что-то, это ложь из преисподней. Тебя, дьявол, научил грешить? И ты думаешь, что это твое произведение. Это не твое произведение. Иисус говорит, все, ты мое любимое дитё. Обнимаю тебя, благословляю тебя. Я тебя простил, я за тебя искупил, я висел на кресте, я там еще разбойника смог спасти. Короче, иди ко мне. Все, иди ко мне, я буду тебя обнимать, мы будем целоваться. Как Петр, помните, вышел из водки, успел что-то одеть на себя. И потом они уже, знаете, кадр переключается, они сидели и кушали. Петр обнял, его целовал, говорит, Иисус, я вообще, это время, я думал, я с ума сойти. А ты тут, вообще, я вообще, Петр забыл про призвание, Петр забыл вообще про все, как его забыли. Он видел все, мой Господь, Мария вообще, у нее крыша поехала. Мой Господь, приходит к ученикам, говорит, у нее крыша поехала. Он говорит, да я Господа видел, честно говоря, и говорит, ну, говорит, печально, я слишком бываю, но печали, голова. Мы сейчас будем молиться, этой молитвой. Мы будем постановить полную компенсацию и полный возврат. Повторяйте за мной. Именем Иисуса Христа, я имею власть приказывать и я повелеваю компенсации и возвраты всех украденных и удержанных благ, которые обязаны быть у меня для жизни, в наслаждении и чести и свидетельства благословения Царства Божьего. Ангелы Божьи, помазанные. Контролируйте процесс возмещения всех типов и всех видов возврата. Еще раз медленно. Ангелы помазанные. Контролируйте процесс возмещения всех типов, всех видов возврата, всех компенсаций, всех материально-финансовых ресурсов во всей полноте и во всех объемах приходят в мою жизнь во имя Иисуса Христа сейчас. Аминь. 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 Властью именем Иисуса Христа Иисуса Христа Бесы, совершившие воровство удерживали имущественные ресурсы во всех поколениях моего рода. Удерживали имущественные ресурсы во всех поколениях моего рода. Я постанавливаю акт возврата в семикратном объеме заукраденного и любые действия ущерба в двухкратном возврате и возмещении и компенсации во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте немножко помолимся на языках. Я хочу, чтобы вы знаете, что сейчас сделали? Я хочу, чтобы ты сейчас прикоснулся к своему Иисусу. Чтобы ты обнял своего Иисуса. Чтобы ты поцеловал своего Иисуса. Что хочешь делай, прикасайся к Нему, говори с Ним. Как угодно смотри в глаза, молчи, не говори, но будь с Ним, пусть сейчас будешь ты и Иисус тоже. Отец, я благодарю тебя за Вику и прошу тебя просто расслабься и закрой глаза. Расслабься и закрой глаза. Иисус, я благодарю тебя за Вику и я прошу тебя, чтобы мир Божий, который превыше всякого понимания пришел к Нему. Я прошу тебя, чтобы в покой пришел в каждую клеточку и тело. Я благодарю тебя, Иисус, за то, что ты сейчас наполняешь ее. Я благодарю тебя, Иисус, за то, что ты так ее любишь, как любимую дочку. Ты обнимаешь ее, Я прошу Тебя, чтобы Ее Дух очень сильно сейчас был открыт, чтобы она даже чувствовала и душою, и телом Тебя, Иисус, Твою любовь, Твою доброжелательность, Твою радость, Твой мир, Твой комфорт. Я прошу Тебя, чтобы Ты начал доказывать и показывать ей просто принудительными благословениями Твою любовь сильнее и больше. Я постановлю специальных ангелов для нее, Иисус, чтобы, Господь, они служили с этого мгновения, как я постановил раньше, но я сейчас говорю об ангелах, которые просто несут в Твою жизнь разные благословения. Я прошу Тебя о специальных ангелах от Духа Святого, которые будут работать в ее сердце, чтобы она была влюблялась в Тебя, Иисус, и день, и ночь. И день, и ночь она была под этим счастьем и радостью, Господь, чтобы она отличала всякую фальшивку во имя Иисуса и любила Тебя больше всех на свете. Как это написано. Мы, как сказали, такие слова, которые вышли из Иисуса, не возвращаются к мечетам. Он сказал, возлюби Бога. Возлюби. Аминь. Иисус, вот Ты сейчас и Твой Иисус. Я Твой Иисус. Ты знаешь, Иисус очень... У всех Он с тобой разговаривает, как с тобой. Я очень люблю веселого Иисуса. О, Иисус. Я люблю Иисуса, как моего друга. Я Его обожаю. Иисус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аминь. Присаживайтесь. Я хочу, чтобы мы сейчас молились... Я хочу, чтобы мы сейчас молились за Вас. С пророческим помазанием. С чудесами исцеления. Я хочу Вам сказать, что с этого момента, как будет за Вас проведена молитва, в Вас активируется способность благословлять других людей молиться за исцеление. Это будет очень легко. Это просто подарок, который Вам дан. Вот просто, вот, вот просто дан. Иисус, вот мы здесь сейчас, на этом месте. Я помню, когда-то Фару говорил такие слова. Ну, он живой, я в смысле говорю, что... Да. Я в хорошем смысле. Он говорил такие слова, которые вообще в моем сердце очень сильно касались, касаются. Он говорит, из всех миллиардов, миллионов людей на планете Земля, Иисус здесь с нами. Он настолько, настолько почтил нас, этот город. Он избрал нас, собрал. Я не знаю, откуда, Иисус, у тебя такой план, такая милость, такая любовь. Но ты это делаешь. У-у-у, как мы здесь, как мы здесь вообще появились, как мы здесь оказались. Это вообще какой-то вот... Как, знаете, как что-то взорвалось и произошло. Обычно говорят, это, знаете, без бэн, земля произошла от взрыва. Нет. Это церковь произошла от взрыва. Иисус сказал, совершилось. Все демоническое взорвалось. Все божественное собралось. О, Иисус, дьявол осколком уничтожен, и никто не может теперь тормозить и удерживать. Кристи, может, ты сделаешь просто его, выключаешь, и не будет больше стучать. Нет, не здесь. Там. Я понял. Хорошо, давайте мы... У нас время. У нас немножко времени. Давайте мы сделаем. Мы сейчас перейдем на третий этаж, потому что здесь сегодня будет мероприятие. И там будем молиться. Станем в круг и будем молиться за вас, чтобы Иисус... Во-первых, чтобы Иисус начал как-то в вашей жизни сильно проявляться на этой неделе. Нет времени. У Иисуса больше... У нас нет времени. Фараон говорит, иди на работу. А Иисус говорит, иди ко мне. Фараон говорит, иди работай. Ты занимаешься ерундой, праздными вещами. Тебе нужен Иисус? Иди, не занимайся ерундой. Иди на работу. А теперь фараон будет работать, а ты будешь с Иисусом. Семечки кушать. Аминь.